МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 18.30 в Новосибирске области. В эфире вечерние новости в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. И сейчас коротко о главных темах этого выпуска. Еще 76 заболевших. Последние новости о ситуации с коронавирусом в регионе. Дожди будут недолгими. Какую погоду прогнозируют синоптики на ближайшие дни? На стройплощадке нового моста через Обь забивают сваи. Тогда будет готова четвертая переправа. Еще 76 человек в Новосибирской области заразились коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, два человека скончались. Это мужчина и женщина предпенсионного возраста. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 1881 случай заражения COVID-19. Инфицированы 122 ребенка. Пациентов с подозрением отправляют не только в стационары Новосибирска. Палаты оборудованы в больницах Тагучина, Сузуна, Черепаново, Коченева, также в Карасуке и Куйбышеве. В больнице Доволенского района не работает инфекционное отделение. Стены покрыло плесень, вентиляции нет. Размещать пациентов просто некуда. Больных отправляют в областной центр. Сегодня с проверкой в район отправился губернатор Андрей Травников. Подробности этого визита готова рассказать наш корреспондент Екатерина Стывко. Она на прямой связи со студией из Доволенского района. Катя, добрый вечер. Вам слово. Здравствуйте, Екатерина. Сегодня в ходе рабочей поездки губернатор Андрей Травников посетил два района. Это Сдвинский и Доволенский. Проверил общее состояние, выполнение личных наказов. Посетил колледжи и медицинские заведения. Но остался доволен далеко не всем. Центральная районная больница в Довольном обслуживает почти 15 тысяч человек. Проблем в ней много. Главный врач рассказал, в корпусе не работает вытяжка. Есть нарушение пожарной безопасности. Сломался единственный томограф. Но самое главное, это нерабочее инфекционное отделение. Несколько лет назад была неудачная реконструкция. И с тех пор пациентов там не лечат. Коронавирусное отделение открыть негде. Вот как прокомментировал ситуацию Андрей Травников. Самая болевая точка, она уже хорошо известна. Это бездарно потраченные деньги на ремонт инфекционного корпуса центральной районной больницы. Два года назад были выделены средства из областного бюджета. 12 миллионов рублей на комплексный капремонт этого здания. К сожалению, сегодня мы вынуждены констатировать, что ремонт произведен настолько плохо, что это предмет рассмотрения не только строительных экспертов, которые вынуждены теперь ломать голову и искать решение, что же можно сделать, чтобы восстановить здание, но и предмет рассмотрения правоохранительных органов. Но есть и хорошие новости. Губернатор проверил выполнение личных наказов. В Довольном строят большой модульный хоккейный центр, где будут принимать областные соревнования, а также модернизировали работу котельной. Подробнее о ходе рабочей поездки расскажу в вечернем выпуске новостей. Екатерина. Спасибо, Екатерина Стывко. Из Доволенского района, где сегодня работает губернатор. Тем временем в хозяйстве Приозерное планируют увеличить производство молока. Кормовая база позволяет, да и областные власти обещают поддержать товаропроизводителей. Об этом во время рабочего визита в Сдвинский район заявил глава региона. Все подробности в сюжете наших районных коллег. Пшеничное поле хозяйства Приозерное. Густые всходы радуют. В эти посевы вложено немало сил и средств. Закупили 1500, даже немножко больше, 1500 тонн удобрений и в том числе жидких удобрений почти 1000 тонн и 500 с лишним тонн гранулированных. Чтобы получить богатый урожай, удобрения внесли под все культуры. Пшеницу, горох, лен, рапс, овес, ячмень, сою, всенажные травы. Это основа кормовой базы. В хозяйстве необходимо обеспечить качественными кормами около 1000 коров. Приозерцы планируют получить от каждой более 5000 килограммов молока. Как вы считаете оптимальный объем коров? Экономически выгодный. Я думаю, что оптимальный для нас 6,5. Производство молока затратное дело. Нестабильность ценовой политики бьет по карману. Для развития отрасли необходимы финансовые вложения. В прошлом году мы внесли изменения, кардинальные изменения в правила предоставления мер региональной поддержки. Сделали больше акцент на именно малые и средние формы. А под флагом повышение эффективности сельхозпроизводства. Поэтому мы будем продолжать стимулировать использование удобрений, использование новой техники, новых технологий в сельском хозяйстве. И такие решения в этом году будут приниматься. В центре внимания не только проблемы сельского хозяйства. Сегодня обсудили, как снизить убыточность пассажирских перевозок. Как помочь с кадрами оборудованием центральной районной больницы. Михаил Дорошенко, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости ОТС. К другим темам. На стройплощадке четвертого моста через ОПИ начали монтировать сваи. Не вбивать, уточняют специалисты. Работать приходится со сложными инженерными конструкциями диаметром до полутора метров. И не только из-за этого технологического этапа строителей четвертой переправы можно назвать первопроходцами. О том, чего в Сибири еще никогда не делали. Наш следующий сюжет. В наземной части пролетные строения от 72, то именно в водной части порядка 127 метров будет длина и пролетных строений. Пролетные строения – это вот такие огромные металлические конструкции. Сейчас на складе 7,5 тысяч тонн. Это только первый этап. Их станут надвигать одна за одной на опоры, которые стоят на сваях. Третья-четвертая сваи, они на скальных породах. Глубина сваи здесь порядка 8,5 метров. Дальше, где грунт более плохой, где скалы нет, там сваи забиваются на глубину до 26 метров. Диаметры тоже разные. От 1200, здесь 1200 и полтора метра. Землю будет специальная машина. А потом в глубоком колодце работают плотники-бетончики. Это называется обсадная труба. От слова «обсаживать» ее погружают в грунт. Внутрь устанавливают металлический каркас, потом заливают бетоном и трубу просто вытаскивают. Это такая своеобразная опалубка для бетона. Таких опор по проекту 16. И две из них непосредственно в русле АБИ. Их начнут строить осенью, чтобы не мешать навигации. На левом берегу появится специальный причал, а в фарватере установят баржу. Дальше дело техники. С баржи 100-тонным краном погружаем шпунтовое ограждение, засыпаем шпунтовое ограждение песком, строим некие платформы для захода буровых машин. На платформы заходят буровые машины, выполняют те же операции, которые вы наблюдаете сейчас. Строят буронабивные сваи. Мост, у которого еще нет названия, откроют через три года. Сделают развязки на обоих берегах. Под Трансибом проложат еще один тоннель. И площадь труда избавят от пробок. Но за все это водителям придется заплатить. Безусловно, он будет платным. Эксплуатация его рассчитана на 20 лет. Ориентировочная стоимость оплаты составляет 100 рублей за проезд по данному мосту. В течение 20 лет? В течение 20 лет. Проект очень сложный. Рядом в стойке канализации будущего ледового дворца. В створе моста исторические памятники. Все это пришлось учитывать. А заодно экономить. Чтобы уменьшить транспортные расходы, рядом построили два бетонных завода. В ближайшее время у них будет много работы. Сергей Толмачев, Алексей Баженов. Новости ОТС. А далее в нашем выпуске расскажем о том, когда в регион вернется жаркая погода. Где в этом году заменят все подземные коммуникации. И чему посвятили новые тематические вагоны в новосибирской подземке. Оставайтесь с нами. Сегодняшний день по оценке синоптиков стал самым прохладным на текущей рабочей неделе. Столбики термометра в отдельных районах так и не преодолели отметку плюс 20 по Цельсию. Впрочем, для тех, кто помнит антирекорд последнего весеннего месяца в нашем регионе в мае 1969, когда на градуснике было минус 8, сегодняшняя погода вполне себе летняя. А повышение прогнозируют уже завтра. И на выходных стабильные 25-27 тепла и 30-ти градусная жара в начале следующей недели. На Северочемском жилмассиве в Новосибирске в этом году проведут капитальный ремонт подземных коммуникаций. Как сообщили в сибирской генерирующей компании, проблемный участок Внепланово добавили в программу замены теплотрасс. Напомню, в ноябре прошлого года на улице Комсомольской произошла череда крупных аварий. Изношенные трубы, которые на этом участке не меняли 40 лет, не выдержали 30-ти градусный мороз. Без отопления горячей воды на несколько дней остались тысячи горожан. Стены домов начали промерзать. Ситуация была настолько серьезной, что на месте ЧП был экстренно организован мобильный штаб губернатора. С учетом состояния этой тепломагистрали было принято решение не откладывать ремонт до будущего года. Уже в этом на Комсомольской заменят участок трубопровода протяженностью 482 метра. Инженеры начали готовить проектную документацию. Добавлю, что капитальный ремонт запланирован также на улице Дмитрия Донского, Дачной, Котовского, Северюков-Гвардейцев и в дамбе Октябрьского моста. Продолжаем выпуск. Лекарства на дом. Волонтеры организовали доставку антиретровирусной терапии пациентам с ВИЧ, которые не могут приехать за таблетками сами. Отмечу, что получают терапию на домой пожилые, маломобильные пациенты, родители с маленькими детьми и ВИЧ-положительные люди с признаками ОРВИ. Пациентам в районах области также теперь не нужно ездить в город. Мы вынуждены были в кратчайшие сроки перераспределить потоки областных пациентов на межрайонные центры, которые у нас межрайонные кабинеты, которые были созданы уже ранее и функционировали для того, чтобы минимизировать поездки в город пациентов с ВИЧ, именно в центр СПИД. И приблизить помощь, в том числе получение антиретровирусных препаратов в районных центральных и городских больницах, которые определены у нас на базе Искитимской центральной городской больницы, Берской центральной городской больницы, Куйбышевской и Краснозерских центральных районных больниц. Дефицита лекарств в регионе нет. Очередную поставку препаратов ожидают в конце мая. В Новосибирской области 31 тысяча пациентов с положительным ВИЧ-статусом на учете 25 тысяч человек. Они получают необходимое лечение. Добавлю, что мобильные лаборатории по тестированию на ВИЧ для всех желающих временно не курсируют по области из-за ограничений, связанных с пандемией. Но общественники организовали онлайн-тестирование. Чтобы бесплатно получить посылку с экспресс-тестом на ВИЧ и профилактическим набором, необходимо заполнить заявку в интернете. А вопросы можно задать на горячую линию гуманитарного проекта. Сельхозпредприятия в Куйбышевском районе завершают весенний сев. Во многих хозяйствах техника уже ушла с полей, остальным требуется еще несколько дней. Пашням сегодня необходимы дожди. Чтобы семена взошли, по оценке специалистов, в частности, на юге Куйбышевского района, влаги в почве крайне мало. Для Евгения Воробьева эта посевная почти закончилась. Осталось всего несколько десятков гектаров поля. Техника не подводила, с горючими семенами проблем не было, рассказывает механизатор. Правда, работать приходится до поздней ночи, чтобы успеть посеять зерно во влажную почву. Ждем окончания, уже отсеяться, отдохнуть, набраться сил, ну и подрабатывать поры. Земли под будущий урожай этим летом в Альянсе планируют подготовить больше. В планах освоить несколько сотен гектаров целины под посевы не только зерновых, но и кормовых культур. Главная задача – обеспечить кормами поголовье скота. Оно самое крупное в районе, больше двух тысяч голов. Построили здесь, через небольшую эту речку, которая весной разливается, конечно, мост построили. Нынче будем уходить, так сказать, за мост, там будем осваивать. Те земли лежат уже более 25 лет, нетронутые. Вот, будем на них работать. Поля эти ушли за своей отдаленностью, проезда к ним не было. Поэтому вот начали делать именно с того, что сделали проезд к ним. Но раз проезд есть, обратной дороги теперь нету. Будем осваивать. В прошлом году на эту дату Куйбышевский аграрий смогли засеять меньше четверти от плана. Не позволяла погода. Нынче освоено уже больше половины. В этом году хозяйство приобрели энергонасыщенные трактора. За счет того, что энергонасыщенная техника поступила в район, темпы посевной идут побыстрее. Все применяли технологию закрытия влаги, то есть баронования. Если в целом по району говорить, обстановка везде разная. Допустим, в северных частях района там влаги в почве намного больше, чем, допустим, в южных. Весенний сев в районе рассчитывают завершить до конца недели. Однако отдыхать долго селянам, скорее всего, не придется. На заготовку сена в этом году они тоже выйдут раньше. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Интересные факты истории спасения пациентов, работы и увлечения медицинских работников. В Новосибирском метрополитене вышли на линию еще два вагона, в которых пассажиры могут узнать интересные подробности о деятельности сотрудников областной больницы. Рассказывает Наталья Цопина. Это сегодня. Лена улыбается и позирует на фоне фотографий с любимыми врачами и медицинскими сестрами. А три месяца назад было не до смеха. Тяжелый грипп привел к осложнениям. Острый отит прорвало барабанную перепонку. Сначала было очень больно и неприятно. А потом стало страшно осознавать, что ты этим ухом почти ничего не слышишь. У тебя оттуда выделяется гной, который чуть не ушел в мозг. Спасти слух юной скрипачке помогали от ореноларингологи и сурдологи областной больницы. Теперь узнать подробности об их работе можно в новосибирской подземке. Вся история началась с прошлого года, когда областной больнице исполнилось 80 лет. Мы подумали, что это очень хорошая идея, что рассказать о работе нашей больницы в утро. От идеи до реализации прошло почти 9 месяцев. Первый вагон вышел на линию в конце прошлого года. Там основная информация об истории, об учителях и медицинских династиях. Еще два вагона запустили в мае. Теперь можно прочитать о работе отделений, уникальных операциях, счастливых историях спасения и даже об увлечениях сотрудников клиники. Знаете ли вы, что бригады санавиации называют медицинским спецназом или что самая долгая операция в новосибирской областной больнице длилась больше суток? Эту информацию можно прочитать в рубрике «Интересные факты» в поезде музея новосибирского метрополитена. Многие из этих снимков сделала фотограф Эвелина Жукова. Говорит, немало времени ушло на то, чтобы медики привыкли к тому, что за их работой пристально наблюдают. Некоторые на тебя абсолютно не обращают внимания, когда ты фотографируешь, а некоторые очень сильно стесняются, как обычные люди. Хотя они на самом деле необычные. А чем они необычные? Ну, это герои, которые ходят среди нас, которые спасают жизнь. Спасают жизнь, но не любят, чтобы об этом рассказывали. Заведующий неврологическим отделением Иван Веретельников в областной больнице трудится уже 20 лет. Сегодня снова торопится к пациентам. Согласен лишь на короткое интервью. Что самое любимое в работе, что, не знаю, заставляет с радостью бежать в какие-нибудь 6 утра наверняка? Когда от тебя уходят пациенты, довольные, говорят спасибо. Ты видишь, что ты им помог. Наверное, это наибольшее удовлетворение прямо с ним. Из вагона в вагон – настоящая экскурсия. Пока не хватает финального аккорда. О дежурстве и ночной работе. Ведь в больнице трудятся круглосуточно. Сегодня приоткрывают завесу тайны о том, что будет в четвертом вагоне. Будет несколько историй о работе в дежурное время. О работе, может быть, даже вот эта идея возникла у нас совсем недавно. О работе в тех экстремальных, серьезных условиях, в которых больница работает сегодня, сейчас. Когда наши доктора, медицинские сестры, младший медицинский персонал подхватил на себя весь тот объем медицинских манипуляций, операций, которые мы забрали из других лечебных учреждений. Оформление последнего, четвертого вагона пассажиры подземки смогут увидеть уже в конце мая. Наталья Цопина, Константин Менин, Антон Мамаев. Новости ОТС. В музеи и библиотеки Новосибирской области после самоизоляции стали возвращаться на рабочие места сотрудники. Для посетителей пока еще вход закрыт. Однако в учреждениях культуры накопилось много работы. Разобрать периодику только областную библиотеку с конца марта поступило около полутора тысяч газет и журналов. Нужно продолжить реставрацию книг, провести ревизию художественной литературы, отправить невостребованные здания в хранилище, а залы подготовить к открытию новых выставок. Постоянные посетители уже в нетерпении. Как ни странно, подходят, дергают и спрашивают, когда начнет музей работать. Поэтому мы вынуждены, когда выходим для служебной необходимости, на работу внутреннюю, то мы вынуждены закрывать его изнутри, потому что не скажу, что прямо рвутся, но пытаются и активно. И на этом пока все. Следующий выпуск новостей в 20.30 на канале ОТС. Спасибо за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова